Привет всем на канале Нотик! Сегодня у нас в гостях вот такой вот планшет, это Acer Switch Alpha 12, который является, в общем-то, планшетом-гибридом. К нему можно подсоединить клавиатурный док, превратив его в ноутбук. Вот такой вот в комплекте идет клавиатурный док, он пристегивается на магнитике, и таким образом мы можем из планшета получить ноутбук. А как же сделать так, чтобы эта штука у нас стояла, а не лежала на столе? В задней стороне у нас есть специальная скобочка-держалка металлическая, которая прорезинена с нижней части, и вот так вот она отсоединяется, и мы выставляем планшет в нужное положение. То есть тут есть несколько положений, можно прям вот почти горизонтального сделать, можно почти вертикально, ну или нечто среднее. Пластинка эта железная, она очень прочная, очень надежная, отлично планшет стоит, не прогибается, не шатается. Ну и можно без клавиатуры вот так вот ставить, просто кинонтмарк вот смотреть или с тачем работать. Или легко пристегнуть клавиатурный док, он на магните, он очень легкий и тонкий, и у нас получается полноценный ноутбук. Причем работает он на достаточно мощном железе, обоснащается хорошим экраном и очень долгим временем автономной работы, но и обо всем об этом по порядку. Начнем мы с дисплея. Здесь дисплей 12 дюймов, IPS дисплей 2160 на 1440. Очень хорошее разрешение, и для планшета 12 дюймов, это хорошо большой дисплей, можно удобно работать. Работает наша машинка на процессор Intel Core i5 6200U. Бывают версии на i3, бывают на i7. И вот планшет очень тонкий, он всего 1250 грамм весит и 16 миллиметров толщина. Тем не менее, там в общем-то стоит Core i5, что очень здорово. А охлаждается, это очень интересно. Здесь, скажем так, пассивная система охлаждения, но она жидкостная. Она основана на фазовом переходе жидкости в газообразное и в жидкое состояние. Вообще, какая-то очень хитрая физическая технология. Там внутри циркулирует жидкость абсолютно бесшумно, но зато очень хорошо охлаждает. Ну, про охлаждение чуть позже, но в целом система очень хорошо справляется. И нет движущихся тестей, нет шума. Все это здорово. Ну и разумеется, у нас 8 гигабайт оперативной памяти и твердотельный накопитель на 256 гигабайт. Вверху у нас находится камера 2 мегапикселя над дисплеем. С нижней стороны у нас находится крепление для клавиатурного дока магнитное. Толщина, напомню, всего 16 мм. Это очень тонкий планшет для Windows и Core i5. С левой стороны у нас находятся кнопки регулировки громкости и кнопки включения. Также здесь находится кнопка блокировки переворота. И с этой стороны у нас находятся все порты. Здесь уместился полноценный USB 3.0 порт, аудиоджек, камера на 5 мегапикселей с задней стороны и также есть USB Type-C. Причем заряжать можно как через отдельное гнездо для зарядки, так и через этот USB Type-C, что очень удобно. Дальше под шарнирным креплением вот этим находится microSD картридер. Сюда можно устанавливать карточки microSD. Своей памяти в нашем экземпляре 256 гигабайт. Еще раз мне поподробнее покажу вот этот сам механизм со скобочкой. Мне очень понравилось это решение, потому что это металлическая схоба. Вообще весь планшет из металла, кроме окантовки вокруг, которая идет пластиковая. Так вот, очень прочная, очень тугая схоба металлическая. Она действительно надежная, можно даже сильно давить, планшет не ездит по столу, эта штука не заваливается. Ну и в целом она тугая, я думаю она прослужит очень долго и болтаться она не будет в несколько лет уж точно. Мне кажется, что планшет столько не проживет, то есть сделан именно прям намертво на века. Конструкция вся вообще сборка, мне понравилось, никаких претензий нет. Клавиатурный док пристегивается очень легко и тоже надежно. Все это красиво, стильно и современно. Итак, клавиатурный док. Здесь soft-touch такая поверхность, ну как бы под кожу сделанная, я бы сказал. Сама клавиатурка очень-очень тонкая и очень легкая, поэтому места она занимать много не будет. Клавиатурка, тем не менее, здесь с большими клавишами. Причем, что очень круто, у клавиатуры есть подсветка. Я редко когда видел пристегивающиеся клавиатуры, чтобы у них еще была подсветка, и вот здесь это очень большой плюс. Ход клавиш достаточно глубокий для такой толщины самого модуля, то есть печатать удобно. Ну и присутствует, разумеется, тачпад, он небольшой, но пользуется опять-таки нормально. То есть у нас получается такой полноценный ультрабук 12-дюймовый, с хорошей клавиатурой, с подсветкой и с хорошим дисплеем. Закрываем все это дело, убираем скобку, и будет такая как бы книжка, чехол заковривает экран. К сожалению, с верхней стороны никак особенно не крепится это все, то есть на верхней части магнитных защелок нет, поэтому будет немножко болтаться. Но в сумку, в портфель положить, и экран будет защищен, а с задней стороны, повторюсь, у нас металлическая поверхность, поэтому все достаточно прочное. Итак, посмотрим, что внутри. Внутри, естественно, у нас операционная система Windows 10. И в подарок идет вот такое вот перо, стилус, это Active Stylus Pen. Он работает от маленькой мизинчиковой батареечки, которой должно надолго хватить, я думаю. У меня она не села, по крайней мере. Вот так вот, закручиваем все это дело. И здесь есть кнопочка. Вот здесь вот две их кнопочки. И с задней стороны иногда выполняет функцию ластика, но иногда в зависимости от приложения. Чувствительен он к силе нажатия, можно пользоваться как мышкой обычной, разумеется. Можно что-то там рисовать, чертить и другие полезные вещи делать. И как вы могли видеть, у клавиатурного дока там петелька есть такая сбоку, куда можно этот стилус установить, и он тогда не будет болтаться и не потеряется. Ну и разумеется, что помимо рисования, перо можно использовать для того, чтобы применять рукописный ввод. Вот, единственное, нужно писать не так криво, как я, но и не забывать переключать язык, потому что если по-русски начинать рукописный ввод при английской раскладке, он не поймет. А вот так поймет все отлично. Но пишу я не очень хорошо, поэтому переведем к производительности. Intel Core i5 6200U, базовая частота 2.3, 2.8, максимальный турбобуст на одно ядро, если нагрузка. Бывают версии с Core i3, бывают версии с Core i7, но с Core i7, естественно, дороже. 8 гигабайт памяти LPDDR3 и 256 гигабайт, здесь твердотельный накопитель, по SATA 3 он и работает. Результат синтетических тестов, конечно, не очень высокий, следует заметить. Ну, понятное дело, что это планшет, то есть если сравнивать с ноутбуками, то понятно, он все-таки не такой мощный. Но 6200U, это очень хороший процессор для планшета, здесь все не тормозит, все отлично бегает в рабочих программах. Что касается времени автономной работы, 4870 мАч или 37 Ватт-часов. Работал у меня он в районе 8 часов, вот как можно видеть в тесте чтения, то есть тут Acer не соврал, реально 8 часов он батарейку держит. Но я вам сказал, что при обычной нагрузке часов 6. Что касается очень мощных стресс-тестов, то если отключать GPU нагрузку, вот здесь, как у меня видно, то частоты нормальные. Если долго гонять еще и с включенным GPU, то есть по всем фронтам, то частота процессора упадет примерно до 1,3 ГГц. Я думаю, это сделано для того, чтобы не перегревалась эта машинка, потому что температуры не очень высокие. Ну и повторюсь, он абсолютно бесшумный, то есть в бытовой нагрузке, в обычных таких приложениях у вас Turbo Boost будет работать, и переграться ничего не будет. В танки поиграть можно на невысоких настройках, в общем-то побегать можно, но я не думаю, что планшет будет кто-то брать, чтобы в танки играть или в доту, но если очень хочется, то поиграть можно. Теперь дисплей, 12 дюймов, IPS-дисплей 2160 на 1440. Очень яркий, хочу заметить, дисплей, и цвета здесь отличные, все шикарно, и углы обзора, естественно, IPS-матреца. Вот как можно видеть, что по горизонтали, что по вертикали, картинка практически не теряет в результате. Акустическая система представлена двумя стереодинамиками, ну звук для планшета весьма громкий, но не сказать, что он басовитый, но для планшета стереодинамики это хорошо, звук нормальный. Итак, Acer Switch Alpha 12. Мне, как можно заметить, уже очень понравился этот планшет, забегая вперед, скажу, что единственный минус это его высокая цена, в остальном же отличная сборка, то есть металлический планшет, очень прочная вот эта вот металлическая рамка, реально она прям такая, очень надежностью пахнет. Клавиатурка здесь хорошая, с подсветкой, что большой плюс и неожиданность для меня. Ну вот, единственное, она бы хорошо крепилась магнитно с верхней стороны, но и так не страшно, можно носить. Вон петелька, видите, сбоку там, куда можно стилус воткнуть. Отличный дисплей, здесь 12 дюймов для планшета, хорошо, повышенное разрешение, IPS-матрица, очень яркий, очень сочный. Хорошая начинка, Core i5, ну или i7, там бывают разные. i5 это вполне достаточно для планшетной деятельности, то есть все будет работать очень быстро. 256 гигабайт памяти должно хватить и 8 гигабайт оперативной памяти, то есть начинка для планшета очень мощная. В подарок идет стилус, как я уже говорю, это тоже приятный бонус. И долгое время автономной работы хочу отметить, реально 8 часов для Windows-планшета это весьма приличный показатель. Еще интересно, конечно, система охлаждения, которая бесшумная, все-таки Core i5-6200U это не самый холодный процессор, но тем не менее Acer удалось сделать пассивную безвентиляторную систему охлаждения на основе жидкости, которая умудряется его охлаждать. Конечно, не в самых жестких сценариях, где одновременно нагрузка на видео и на основную систему, но такой сценарий для планшета на самом деле маловероятен. Запитывается все это дело вот от такого зарядного устройства, но, как я говорил, если у вас есть зарядочка Type-C, то можете использовать ее. Я через Type-C полностью заряжать не пробовал, то есть я не проводил эксперимент, одинаковая ли скорость зарядки от родного адаптера или от Type-C, например, 3-амперного. Ну, а мне кажется, вполне от 3-амперного, 2-амперного он будет вполне нормально заряжаться. Ну, у меня он заряжался, то есть заряд шел, но вот именно я не мерил скорость, насколько будет медленнее или быстрее, если заряжать через Type-C, я заряжал через родной адаптер в основном. То есть в итоге мы получаем очень и очень качественный гибрид, со всеми плюшками, ништяками и пирожками, но вот единственная проблема, это его цена. Наша комплектация стоит, вернее, 74 тысяч рублей, то есть понятно, что это устройство премиум класса, на бизнес-сегмент ориентированное, но, сразу скажу, оно не дешевое. А так вообще классное. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока!